Всем привет! Сидя вечером и заполняя свой спортивный дневник, записывая туда все, что я проделал за сегодняшний день, меня посетила мысль о том, что многие ребята, в большинстве это молодые ребята, они пренебрегают таким понятием, как вести свой спортивный дневник. И сегодня я хочу поговорить о том, почему же стоит вести свой дневник. Первый пункт это самоорганизация и самоконтроль. Лично я уделяю каждый день примерно 10 минут тому, что я делаю анализ своих тренировок. Я записываю в свой дневник, какую работу я сделал, в каких режимах я работал, на каких пульсах, на какой скорости и так далее. То есть я подвожу итог, подвожу подсчеты и я не могу спокойно лечь спать, пока я не доведу это дело. То есть я должен сделать запись в свой дневник. Второй пункт это мотивация. Я получаю удовольствие, когда я делаю больше записей в свой дневник, когда я вижу, как я расту, как я делаю больше каждый день и как это влияет на мой результат. Один из самых главных факторов это анализ. То есть когда мы ведем дневник уже долгое время, то есть несколько лет, мы можем сравнить, как мы работали в прошлом сезоне, в позапрошлом сезоне, как мы работаем в этом году, какая работа нам подходит больше или наоборот не подходит, что нам дает сильнее результат. И чем больше количество времени мы ведем этот дневник, то есть чем больше лет, тем мы сильнее. Эмоции. В свой дневник я записываю не только тренировки, но и впечатления от тренировок, что я чувствовал, какое у меня было настроение, или может даже какую-то маленькую историю из своей жизни или из события на той же тренировке. То есть мой дневник это, он не только спортивный, он более похож на мой дневник жизни. И последнее, что я хочу сказать, это опыт. Наш дневник это очень большой опыт, это знания, которые мы можем передать молодому поколению, юным спортсменам, которые хотят расти и развиваться. И это радует, когда ты участвуешь в достижениях этих юных спортсменов, ты им можешь помочь достичь результатов. Поэтому пишите, как можно больше пишите свои дневники. Это будет полезно и вам, и другим. И это круто. Лично мой дневник выглядит так. Это как тетрадь. И это не простая тетрадь. Здесь надпись Кипитрео, которая меня очень мотивирует и радует, когда я делаю здесь записи. Для тех, кто не любит писать на бумаге, есть множество электронных приложений. Например, можно вести дневник на своем iPad. И я сейчас покажу. Я нашел одну из программ, в которой будет удобно это делать. Программа называется Penultimate от Evernote. И она синхронизируется с вашим аккаунтом Evernote. То есть ваши данные не утеряются. Они всегда будут в сети. И вы их сможете открыть из любого устройства. И мы создали дневник. И давайте теперь попробуем сделать какую-то запись. Здесь можно выбрать формат бумаги. И как мы хотим оформить нашу страницу. Ну, я выбрал стандартный и попробую что-то здесь записать. И еще, я смотрю, можно добавить свое фото и оформить свою страницу так, как мы это хотим. И получилось очень красиво и прикольно. Поэтому тем, кто не любит писать, это отличный вариант. Ну, а на этом все. И спасибо, что посмотрели мое видео. Пишите в комментарии, что вы обо всем этом думаете. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будет очень приятно. И спасибо вам. Пока. Пока.